Всем привет, решила выйти в прямой эфир, как всегда моя любимая рубрика брови, мне сейчас буду делать брови, краска и коррекция. Вот, у меня опять Ленок делает мне супер брови, я завтра уезжаю в Нижний Новгород и поэтому хочу быть красивой. Брови делаем хной, повторюсь, вот, коррекцию делаем пинцетом и воском. Как ваши дела? Ты комки бишу удаляла? Нет, ничего не удаляла, у меня от природы такие скулы, у меня у мамы такие же. Да, я уезжаю в Нижний Новгород, Наташа, привет. Уезжаю, только неделю у меня домик. Сколько дней у меня держится? Ну, я примерно, сколько? Примерно, может быть, две недели у меня держится на волосках, а на коже, ну, неделя приблизительно. На самом деле, была бы возможность, я бы украсила брови каждый день. А у нас там строители ходят, ну, просто у нас устанавливается видеонаблюдение и вот там строители ходят, все это там делают. Да, я знаю, что у половины страны начинаются экзамены, выпускные, я уже про это писала пост. Девчонки, мой совет вам, если вернуть время назад, я бы надела все те же платья, что надевала там один, ой, сколько там лет закончила назад, 11 лет назад закончила школу. Ну, может быть, даже третье платье было бы. Поэтому надевайте все сразу, все яркое, блескучее. Хотите меха, надевайте меха. Хотите перья, струсины, я не знаю, стразы, блески, надевайте. Потому что это бывает раз в жизни. У меня в своей жизни было три выпускных. Два было таких глобальных, это было в школьное время, а второе, второе было в институте. Кстати, я не написала, что в институте. До свидания. Пока-пока. В институте я была на аттестации в коротеньком ярком платье, а на вечер у меня было зеленое в полу. А, и, кстати, об МГУ, когда у нас было просто, я была скромной девицей, наделала платье черненькое в цветочный принт. Я уже делала пост про уход в косметику. Читайте меня в телеграм или листайте мой инстаграм, там все написано. Про тональный крем, про маски, про уход за лицом, про шампунь. Я все это уже писала, не поленитесь, заходите, заходите в телеграм или в инстаграм. К сожалению, я не могу добавить ссылку на телеграм-канал, потому что эта ссылка почему-то не копируется и не вставляется в инстаграм сюда, чтобы можно было сделать свайп и вы перешли по ссылке. Так что найти меня очень просто, Beyond Club by Смирнова Анастасия. В Нижнем Новгороде я была давно, в январе после Бали. После Бали я была в Нижнем Новгороде, с тех пор я не навещала родителей, они не приезжали сюда, только созваниваемся каждый день по телефону. Наращиваю я ресницы, тройной объем на протяжении 5 лет. Раньше наращивала голливудский объем, но сейчас спустилась до тройного. Делаю коррекцию раз в 2 недели, либо перенаращивание раз в месяц. Тройной объем, длина от 8 до 12, изгиб D, размер 0,1. Я не делала никакую пластику, все у меня свое, только подкалываю лоб, либо ботоксом, либо диспортом. Кстати, вот еду в Нижний Новгород к своему косметологу, и в понедельник буду делать чистку лица, а то у меня чуть-чуть есть некоторые проблемы, и закалывайте лоб. У меня развернули чуть-чуть. Я не скучаю по каникулам, это было давно, это было 7 лет назад. 5 лет, ладно, третий сезон был 5 лет назад, поэтому я не скучаю. Сколько можно? Каждый раз одно и то же, вы задаете одни и те же вопросы. Ребят, давайте закроем тему по поводу каникул, и... Все, уже прошел даже проект Холостяка, а вы меня все про каникулы спрашиваете. Вот, у меня брови сначала красят, красят хной, делают аккуратную форму, а потом будут по контуру ущипывать, убирать все лишние волоски. Вика, не знаю, где Вика, Вика, наверное, дома, либо по делам, не знаю, мы с ней не созванивались, вечером должны встретиться. В моей жизни больше не будет реалити-шоу. Реалити-шоу Холостяк – это был последний проект, в котором я участвовала. Мне уже 28 будет через 3 недели, и мне не очень интересно участвовать, не очень хочется. Уж лучше быть креативным продюсером, редактором, чем быть, как говорите вы, неадекватной девчонкой в телеке. Завтра я поеду в Нижний Новгород. Да, буквально на пару дней, поэтому все дорогие фотографы Нижнего Новгорода. Я вижу ваши сообщения в директ. К сожалению, я не смогу провести с вами ни одну съемку, так как у меня не будет совершенно времени. Я хочу побыть с родственниками, навестить бабушку с дедушкой, поздравить сестренку младшую с прошедшим днем рождения, побыть с родителями и встретиться с близкими друзьями. К сожалению, на съемки у меня не будет времени. Я не пожалела, что ушла с проекта сама. Я долго к этому ушла. Искала подходящий момент. Конечно, было не так, как я планировала. Но получилось, как получилось. Я не жалею. Я уже писала про этот пост, что сидеть ждать в море погоды, когда мне не дадут розу и отправят домой. Всем все и так понятно. Не буду я разбивать ваши иллюзии. Для своих ресниц не вредно. У меня свои живые, здоровые ресницы. И если бы их не было, я бы, наверное, не наращивала бы так часто. А мои аккуратные. Многие. Просто я бережно к ним отношусь. И про свой уход я тоже уже писала. Заходите в телеграм-канал. Мои любимые брови от Лены. Лена! Я наращиваю в студии Анны Кличко. Эти студии есть в Москве, в Петербурге. Скоро будет в Нижнем Новгороде. Поэтому, девчонки, все, кто хотел в Нижнем Новгороде брови, записывайтесь. Я давно хотела в салон, и так получилось, что поступило очень заманчивое предложение. Вместо того, чтобы открыть с нуля, попробовать уже готовый бизнес, готовый салон, и посмотреть, справлюсь или не справлюсь. Я справляюсь, и поэтому в ближайшем будущем планирую открыть еще один, только уже с нуля. Мой салон находится на чистых фрудах. Поэтому заходите, и я всем рада, всем делаю скидки. Всем привет, кто присоединяется. Смотрю, что много людей присоединяется сейчас, кто-то уже уходит. Ваня, дай зарядочку, пожалуйста. Да, я уже говорила, что я закалываю лоб, чтобы лоб был гладкий, и это действительно необходимо, только для того, что у меня подвижная мимика, и лоб очень такой полосатый. Брови у меня щикардосные просто. Можете поближе? Вот, все, теперь у меня будет лучше видно. Ой, блин, как кто-то влюбился в нее, прыщет просто на носу. Прыщ на носу. Ну, давайте поговорим, на каком вот тему они связаны с проектами. Не холостяк или каникулы, а она что-то... Лена, надо как дверь закрыть. Там сейчас мне просверлят всю голову. Где я? Ну, как вы видите, наверное, я не гуляю, а сижу, делаю брови. На коррекции бровей у себя в салоне. Боюсь ли я старости? Боюсь. Поэтому всеми силами делаю, продлеваю свою молодость. Я тоже боюсь. Тоже боишься? У меня тройной объем. Моя личная жизнь. Все, что касается моей личной жизни, я не очень люблю говорить, но вам сразу скажу, что после проекта так получилось, что я встретила того самого. и сама себе пообещала, я всем обещаю, что я его уже никогда никому не отпущу, не отдам. Мы с ним сейчас слетали во Вьетнам, хорошо отдохнули. Конечно, он очень злится, что этот проект был в моей жизни. Ну, естественно, каждому молодому человеку будет неприятно, что его девушка участвовала в реалити-шоу такого формата, где нужно бороться за сердце одного парня. Да еще и крик. Да, еще и за Егорку. Но я сейчас с ним, и все у нас хорошо. Я не играла роль Саши в сериале «Кухня». Что? Да, я не играла. Вы ошиблись. Да, я говорю, у меня сейчас есть молодой человек. Что-то интернет тормозили. Я не играл.